Сергей Данилов. Сегодня должен был быть в этом ролике. Красиво, дорого, богато. Естественно, им надо ходить сюда. Мажоры, понторезы. Мы их второй бренд женской одежды запустили, я вспомнил. А чтобы все было полезно, я каждый прием пищи запивал двумя порциями изоляторов. Если это уже выгоднее, чем в банке, а выгоднее, чем в банке, почти все что угодно. Очень крутое вещество. В общем, тоже здорово повышало выносливость. Я же говорю, все, что связано с бизнесом, в итоге заканчивается попойкой. В общем, движухи много, интересно, скоро сезон. Поэтому я херовый бизнес. Терренер, Леха, у меня вообще нету секретной таблетки. Гексил, бензонат и ундеканат. Разом. И все в концентрированной форме мотивации. Если вы знаете такого человека, ссылка у него в комментах. Привет, друзья. Сергей Данилов. Сегодня должен был быть в этом ролике, но он сказал пару часов назад, что он заболел. Поэтому Сереге не будет. Но сейчас напишите ему сообщение, чтобы он поправлялся. И, конечно же, что вы его ждете на канале, что вы хотите посмотреть, как он тренируется, какая форма у нашей очередной белой надежды. Ну, а от меня все равно ему большая благодарность. Сегодня суббота, полдевятого вечера, и я приехал на тренировку. В таком случае сегодня я буду качать дельты. Так это делаю обычно именно я. Один, без парень-партнеров, без партнеров по ролику. Возможно, это получится чуть-чуть интенсивнее, чем обычно, когда мы занимаемся балабольством. Хотя в целом здесь есть Леха и камера. И как бы вас там примерно тысяч 30 человек подписчиков, что говорит о том, что мы с вами побеседуем. Погнали. Начинать я буду с разминки. С разминки, но нахожусь в зале Крокус Фитнес в самом сердце Санкт-Петербурга. Я здесь впервые. Здесь очень красиво, нарядно. Я его много раз видел на фотографиях у друзей. В частности, много ребят в клуб 500 сюда ходят. Видимо, потому что это центр, Невский. Красиво, дорого, богато. Естественно, им надо ходить сюда. Да, мажоры, понторезы. Вот, ладно. Мы ищем что-то, чем можно немножко размять плечи. А, мне подскажут, что я слепой. Девушка, у вас очаровательный костюм. Вот. Бренда Белатика, как я понимаю. А что это такое? Это наша компания. Вот. Костюм вам очень идет. Девчата, посмотрите, как здорово сидит костюм. Вот он с ними у вас, правильно, да, Лех? Вот он. Яркий, красивый. Вот. Короче, пацаны, девчата. Сейчас я разомну свои плечи. Всю жизнь всегда я делал разминку, ротаторы плеча. И все вы знаете, что меня это не уберегло нифига не от отрыва. Манжеты плеча нет всего остального, поэтому черт его знает, помогает это или нет. Но будем говорить, что все-таки причиной травм является старость. Нервы и нехватка сна. Тренировочку с Ромкой вы уже видели спины. Помните, я сказал, что я там взялся неудачно за верхнюю тягу, и мне стало бобо. Бобо до сих пор не прошло. То есть, факт, ребята. Выходит, мы там тянули гантелю в 120 фунтов. Мы делали тяги узко, тяги широко. Везде большими весами. Ничего не болело. Стоило повернуть обратным хватом кисти, потянуть. Так сухожилие стрельнуло, что пришлось на прошлой тренировке. Я делал грудь, сбавлять веса. В общем, веса я использовал меньше. Готовился с Даниловым качаться. Предтреально бахнул две порции. Поэтому уже забились плечи на разминке. Сейчас пройдет. Беталанин даст свое. Кстати, друзья мои, по поводу мужской линейки. Все-таки, аллилуйя, я придумал название. Название отдали на проверку торгового знака. Предварительно. Торговый знак свободен. А это что значит? Что мы с вами даем на регистрацию. И как только получим право приоритета, я сразу с вами поделюсь информацией о названии, о запуске. Мы отрабатываем модельные ряды мужские. Поэтому, пацаны, все будет. Я с этим крутить не буду. Я буду делать махи. Я просто заговорился и задумался. Про Родникова он вспомнил. Может, ребята, вы вспомните. А если вам интересно, вы можете перемотать и посмотреть ролик с Сергеем. Сегодня, так скажем, он с нами. Аура Данилова с нами. Он рассказывал, что он очень часто смотрит одни и те же ролики во время еды. Именно с Рони. Вот. Он его мотивирует. Кстати, а кто вас мотивирует? Поделитесь. Может, кого-то мы даже не знаем, действительно. Даже нам с Лехой может быть полезно посмотреть. Кто-то из современных. А может быть, не очень. Ой, блядь. Скамейка низкая, это комфортно. Скажу почему. Получается, что колени высоко, попроще закидывать гантели кверху. Сказать, что больно, это ничего не сказать, если честно. Я боюсь, что может плохо закончиться. Нужно идти в смех. Потому что очень-очень сильный дискомфорт. Я уже рассказывал, что тендит бицепс такая штука. Он в целом, так скажем, не травмоопасен. Сухожилие длинной головки бицепса, оно очень крепкое, довольно-таки толстое. То есть, вероятность, что я его там даже воспаленное порву, ну, такой вероятности почти нет. Но вот момент того, что тендит бицепс еще и болит почти всегда, его практически невозможно вылечить, это тоже факт. А еще я смотрю, тут такая, ну, сетка в центре. И мне кажется, если кто-то решит выпилиться, эта сетка особо не поможет. А вообще я бы на их месте лучше бы, бля, укрепил пол, закрыл его и поставил еще транжеров. Долбабок бы хозяевам центра. Или, кстати, там можно было бы из этого, из полимера, сделать покрытие прозрачное, поставить кардио. Ну, потому что нагрузка была бы не ударная, с гантелями. А на зону кардио вынести можно было бы, фух, тренажеры. И людям, которые гуляют, было бы прикольно видеть прямо, то есть, кардио снизу. И людям непосредственно, ну, в зале было бы более комфортно. Но, с другой стороны, в центре Питера, в принципе, наверное, найти место в помещении под фитнес-клуб, это что-то там ближе к невероятному. О! Все, Лех, живем, мне не больно. Если я локти, так скажем, держу вот так немного, так скажем, да, и жму кверху, а мне больно, если я локти вперед убираю, вот таким вот образом, да, жму, то болевого практически нету. То есть, короче, если у вас болят плечи, либо травма, и вы явно замечаете, что не можете работать с свободным весом, приходите в тренажер, и в тренажере тоже дискомфорт, попробуйте поиграть углом, да, как у вас будет локоть к плечу. В одном из положений, возможно, будет вам легче. Соответственно, если вам будет менее больно, никого потом не слушайте, что ты делаешь неправильно, локоть заведи. Слушайте, если ты держишь локоть как-то на картинке, и у тебя страшная боль, это явно неподходящий для тебя вариант. Делай так, чтобы тебе было не больно. Короче, блины какие-то подозрительные. Я их поднимаю, такое ощущение, что они легче, чем написано. Вот только срывать, срывать больно. О, опять же, да, срыв самая травмоопасная зона, поэтому я сразу сяду пониже, чтобы амплитуда была более безопасная. Именно на точке отрыва. Так, сейчас легко отдохнем. Камеру поставишь на скамеечку, придешь ко мне, поможешь мне сорвать рукоятки. По мужской одежде, ребятки, идей. Потому что я про нее не думаю так давно, идей накопилось просто пиздец. По-женскому, все растет довольно-таки хорошо. Динамика. Давайте так, динамика не та, которую хотелось. Всегда хочется суперлучше, супермощнее. Но если быть честным, то она хорошая. Динамика хорошая. Продаж. Опять же, все-таки сфера одежды новая для нас. И много теперь наработок, понимания. На маркетплейсах изменились некоторые возможности. Склейки, карточек и так далее. Это тоже помогает увеличить продажи. Поэтому здорово. Сейчас там еще одна встреча по работе. Прямо здесь. Удачно, что клуб находится в центре Питера. На Рубинштейна. Все бары самые, короче, лютые. Ребята, если вы смотрите из других городов, и вы смотрите всякие там новости из Питера, знаете, типа типичный Питер, где какие-нибудь там обдолбанные солью чуваки прыгают по полицейским машинам, и какие-нибудь там кавказцы стреляются с кем-нибудь. Это обычно все происходит на улице Рубинштейна. Будете в Питере летом, просто сразу с вокзала на Рубинштейна. Весь движ тут. Шарики с этими, с газом каким-то наркотическим. Наркота, бухло, стрельба, поножовщина, тёлки, стриптизм. Все, короче, на Рубинштейна. Разом, просто. Содом и Гамора на одной улице. Приезжайте в Питер. О! Фу! Кстати, все, кто ребята из Дубая Можете мне написать При желании в директ Думаю, что сможем с вами сделать открытую тренировку Я буду в Дубае В конце марта Будет слез клуба 500 Там проходить Общий И я поеду там, ну, с запасом заранее И на пару дней останусь В общем, можно будет планировать Вместе махнуть в бинус Что кому это, скажем, интересно Инстаграм мой наверняка есть, да, внизу Легкий вайт Инстаграм мой внизу, напишите в директ Или вступайте в мой телеграм-канал Кстати, самый лучший вариант Я там размещу информацию Ее продублирую в инсте В общем, можно будет собраться, пойти В общем, движухи много Интересно, скоро сезон Приглашаю вас на Сибирь, вы помните Приглашаю вас в Питер на чемпионат России Я точно буду Будет ли стенд еще Неизвестно, но я буду Вот, я сам себе стенд Возьму двух пацанов, короче Дам им простыню Они будут сидеть натягивать за мной Это будет пресс-вол Может, нужны пацаны высокие Как Лега И все Смех смехом Да, в целом, ребята Если у вас свои спортивные клубы Команды Мы можем оказывать услуги по Не слетит, как думаешь? Наверное, не слетит Можем оказывать услуги По коммерческому пошиву Опять же, то есть, грубо говоря Практически по СТМу одежды Вообще, у нас один контрактник есть Крупный У нас один человек После одного из моих выступлений Подошел и спросил Можно ли с нами сотрудничать В плане, как с производством Спортивной женской одежды Мы еще один бренд отшиваем Мы второй бренд женской одежды запустили Я вспомнил Топ тайц Скажем, более бюджетная версия Тоже очень хорошая Скажем, ну давай так У нас Наша одежда Белатика Это самая дорогая Спортивная Премиальная ткань Из Италии То есть, круче ткани нету То есть, даже Ну там У Адидаса, Найка В леггинсах Такая ткань не используется Топ тайц Мы Будем делать в более дешевый сегмент Сценовой И ткани дешевле Чем итальянская Но по факту Это самая Самая дорогая Ткань Которую предоставляют Китайские поставщики Тоже высокотехнологичная Забавно Что даже многим Она девочкам нравится больше Она чуть сильнее тянется То есть, у нас Белатика Она, знаешь, такая Что через нее даже целлюлит Не видно Она броня То есть, там Если ты в нее упаковался Там не целлюль Там коррекция фигуры Там, значит, ультрафиолета Там фул эко Она из переработанного пластика Делается То есть, там, ну Космолетная такая, знаешь Ткань А эта Просто крутая Она более бархатистая Более эластичная Более даже приятная к коже Если так ее погладить Я гладил Ну, на манекене, естественно На манекене гладил Проверял Я должен этот ОТК ОТК Отдел О, нет О, отдел контроля качества ОКК Вот В моем лице Сейчас, подожди Симметрично возьмусь Кстати, кривоват тренажер сам Раз, два, три, четыре, пять Оп Нифига себе, Леха сильный Что, ты фильтр включил? У мамы был день рождения Сегодня праздновали Я днем ел Суши Уху И торт Торт Суши А чтобы все было полезно Я каждый прием пищи Запивал Двумя порциями изолята Это у меня такая стратегия Если любое Любую вредную еду Запить изолятом Это супер Получается анаболический гейнер Мне кажется Это крайне логично И это практически Как научно это Обоснованные данные Самый продаваемый цвет черный 80% продаж Леггинсы к топам Продают 100 80 на 20 То есть Низ покупают девушки Чаще в четыре раза считать Чем вверх То есть У них один топ И куча Упаковки для жопы Черное продается больше Там только черных моделей Леггинсов будет 6 штук Или 8 Но все черное Одна ткань Большие объемы Потокового сета Горки размерных рядов Ну так Ну Ну прям в лоу сегмент То есть Конкретно туда То есть Самое дешевое Из качественного Что возможно сделать Вот это же То есть там есть конечно Там есть Мы не упремся Знаешь Там типа 800 рублей У нас Себестоимость чуть выше Но продавать будем Реально С маленькой маржой Но с целью Идти на большой оборот Потому что большой оборот Он подтягивает Еще тебя Как селлера Выше Выдачи Это будет подтягивать И базу Суммарно Знаешь Тут уже такая возможность То есть Я уже к бизнесу Отношусь Не как К заработку Бизнеса С одной вещи Да Заработать Ухватить Тут Нет Уже по сути Я даже когда деньги В бизнес вкладываю У меня в голове одно Что выгоднее Взять эти деньги Положить в работу И работать Или взять эти деньги Нихуя не делать И положить их в банк В процент Да То есть Если это уже выгоднее Чем в банке Я уже готов Это рассматривать А выгоднее Чем в банке Почти все что угодно Потому что банк Дает тебе Там типа 10% На депозит Но с другой стороны Согласись Что у тебя есть 10 миллионов баксов То 10% в год Тебя устраивает На этом можно жить Вопрос Чтобы у тебя было 10 миллионов баксов Вот Поэтому в целом Вот мы Через эту призму Сейчас рассматриваю В целом Инвестиции Ребята Личные инвестиции Своих денег Не нужно мне писать Что у вас Охуенная идея Я объясню почему Сейчас не нужно Обижаться Потому что Ни один человек У которого есть Охуенная идея Который пишет Мне типа А давайте Вложитесь У меня есть идея Дайте бабки В ответ на мое сообщение Ну ты молодец Давай я посмотрю Опиши свою идею Или может у тебя Есть бизнес план Ни один человек Не скинул бизнес план Ну неужели кто-то думает Что ты приходишь С улицы Привет Я Сережа Я Сережа Дайте мне денег У меня есть отличная идея Когда-то мне было Ребята Тоже там 18 20 25 30 лет Мне было Я думаю Что на любом этапе Моей жизни Адекватный Человек На Мою просьбу Дать мне денег Потому что у меня есть Отличная идея Послал бы меня Нахуй И ни один адекватный Человек Меня бы Нахуй не послал Если бы Знаете У меня есть идея Вот ее Экономическое обоснование Вот модель Вот мои компетенции Вот что я могу сделать Вот что я уже В своей жизни сделал А если еще не сделал То я прям уверен Что сделаю И вот то Чем я могу ответить За то Что я хочу у вас взять На этом моменте Обычно все разбегаются Привет всем Кто попал на канал Первый раз А так нужно говорить Я видел у блогеров Привет всем Кто первый раз у нас на канале Меня зовут Руслан Халецкий Я основатель Бренда Генетик Лаб Основатель Производства У нас собственный завод Мы проводим Более 100 брендов Обратите к нам Для производства Вашего СТМ бренда Вашей собственной Торговой марки БАД Можно через Юрлицо Через компанию ФОФУД Я также ее основатель Также у нас есть Производство одежды Собственное Мы сами шьем Это бренд Белатика Это бренд Топ Тайц И в скором времени Еще бренд Мужской одежды Мы занимаемся Инвестициями Партнером В загородную Недвижимость В землю Очень интересных Кейсов У нас уже два По земле Оба дали От 4 От x4 До x Получается 6 Прибыльность Очень хорошо Лучше чем ваш Биткоин Потому что земля Не может Проебаться И исчез Вот она Сдая земля Стоит на земле Вот Что еще Я чемпион мира По будибилдингу Вот Призер Многократный Вообще всего на свете У меня там в офисе Медали просто От забора до рассвета Целая стена медалей Что еще надо сказать А Типа Грустно Теперь Сложный путь Когда я был очень молодым Я упал с огромной высоты Работал на стройке Да Я работаю с очень раннего возраста Левая рука у меня Собрана из 4 частей Вырвано было левое плечо Сломана правая рука Выбиты позвонки Из шейного отдела Позвоночника Поврежден Общий позвоночный столб Разбиты суставы коленные Сотрясение мозга Черепно-мозговая травма Я восстановился Смог туда-сюда Это все правда Я не придумал На самом деле Вот У меня даже справка есть Реально есть справка У меня мама Увидела Один раз Какое-то видео на ютубе Где обсуждали То что Ну мою историю С сломанными руками Мама моя Во-первых Очень расстроилась Там люди говорили Что это неправда Она мне привезла Мою детскую Карточку Знаешь У всех В детстве были В поликлинике Карточки Она мне привезла Эту карточку Там Кривым почерком Желтая бумага Выцвевшая Такая вот Типа Она реально плакала После того как я увидел Что моя мама платит Я решил Что Следующему человеку Который Что-либо скажет То что расстроит Мую маму Я прям Расколочу Тогда это был Паша Боев Это выпуск На Про Кач шоу Который делал Кто его А Шамин Витя Делал на своем канале Вот Там Паша сказал Что я руки сломал Наверное когда передрочил Вот Это увидела моя мама Она очень расстроилась Поэтому Вот Тогда я всегда относился Знаете Ко всем этим высказываниям Пашлям И других людей Ну так Со снисхождением Ну так Где эти люди все И где я Как бы Не пристало мне Обращать внимание И если наступить на дерьмо Оно потом воняет На кроссовке Это не лично К Паше Это вот ко всем Кто вот Как-то пытался зацепить Но когда я увидел Расстройство моей мамы Я понял Что блядь Хоть один пидор Еще какую-то хуйню скажет Которая может вам Маму расстроить Блядь нахуй Шарик земной Покажется таким тесным Что просто опидореют Вот А еще я стал злее В этом году Прям знаете Некоторые жизненные обстоятельства Горять тебе что Не надо никого прощать Не надо относиться С снисхождением К людям Как говорил Локти вперед С бета-аланином Тренироваться хорошо Мне не нравится Что у меня из-за него Чешется башка Вот тут сзади Вот эта вот Зайш-зона От бета-аланина Просто другие места Уже перестали чесаться Чешется Очень бывает В неожиданных местах Ну конечно Бета-аланин Настолько Увеличивает Выносливость Силовую Прямо Особенно Если первый раз Попробовать Первый раз Ты его пробуешь Кроме того Если это еще удачный день Ну и все понимаем Бывают дни Когда нам легче Как тяжелее Леша Ты можешь вмешать Человеку Бывают дни Хорошие Плохие В общем Все совпадает В совокупности Поел Поспал Плюс-минус Без стрессов Бахнул Хорошо Все нужные Компоненты До тренировки Просто тебе Когда ты первый раз Выпьешь Бета-аланин Не пробуя его до этого Нормальный черпачок Просто Ты работаешь И не понимаешь Когда же силы кончатся И потом Самое главное Ты уже не можешь Ничего поднять Ты сжег Весь гликоген Ты просто Уничтожил Все Ощущение Что ты По идее Еще можешь работать И по сути Если ты возьмешь Веса меньше Ты продолжаешь И продолжаешь Но на следующий день Ты понимаешь Зря ты продолжал Потому что мышцы болят Настолько безумно Ты их так Отработал Но это прикольно Я помню В пятнадцатом году Это был мой камбэк Считаю я, что я успешный Может кадр найдем На канале точно есть Такое было Можно препарат купить Было в аптеках В России Он легальный Законный Называлось Торговое название Не помню Вещество Биментил Очень крутое вещество В общем Тоже Здорово Повышала Выносливость Вот тоже Помню Когда я попробовал Первый раз Это была подготовка К соревнованиям Чемпионат России Он тоже Тогда был В Петербурге Первый раз Проходил Баскака И Помню Тренировку ног Ну Все же было Примерно Запланировано Плюс Понятно Рабочие веса Я ее закончил И такой Блядь А по ощущениям Ты мог еще там Ну Половину точно отработать Могу дать рекомендацию Как выбрать Самые лучшие Кистевые лямки Ставите фильтр На самую низкую цену Самые дешманские Самые лучшие Тоненькие Особо кисти не режут На самом деле Супер дешево Не жалко Уже я за год Четвертую пару Я их сразу заказал Пять штук Пять комплектов Кинул в шкафчик И главное Заказать Главное Все одинаковые Что где-то один проявешь От другого Это как носки То есть носки Купить все это Одинаковые У меня было Я купил коробку Носковых длинных черных Тридцать штук Одинаковых Очень удачно Тридцать штук Тридцать штук Мы уже все будем Собранными вещами Мы едем в Москву Ну там быть Как бы пустого Ну Пальше все будет Диллионеры будут бухать Ну я же говорю Все что связано с бизнесом Потом заканчивается попойкой Бля Ну на самом деле Те кто не бухают Это вообще просто Ну Это здорово Они просто Чистоеобразные Зачастую они такие Уже очень Возвышенные Знаешь Там у них всякие Там йоги Всякие качества Лупа Бля Вообще С ними С ними Преисполненный Пипец Осознанные Качестве невозможно Как бы Все таки Мы еще этих Как это называется Сейчас На низких вибрациях Ну я на низких вибрациях Отлично гармонирую Со вселенной У меня все окей Но люди там Очень кайфовые Все Вот Многие плохо Относятся Знаешь Бизнес-клубом Там Партнягин Клуб 500 Особенно Татформатор Ну Самого Димона Вообще В клубе Почти нет Вот он Видишь Два раза в год Он на своей Движухе Давно То есть Клуб живет Сам по семье Там Своя управляющая Компания Вообще Отдельно Это чисто Отдельно Люди Предприниматели И ребят Кайфовых Там Так много Ну Практически Все По факту Очень Интересные И Клуб живет Сам по себе За счет Его членов То есть Единственное Что Честно Это достаточно Дорого Но С другой Стороны Ты Как бы От этого Если можешь Это оплачивать Ты получаешь Такое Неплохое Комьюнити Связи И возможности И общения И учебу И окружение Такое Которое Ну То есть Где-то Одновременно Будешь тусоваться Типа Блядь В Дубае 800 Там Людей С разным Доходом От большого До Блядь Ты знаешь Такие цифры Когда нужен Большой калькулятор Вот Ну Где такое Может быть И вы все В одном месте И все Такие Типа Блядь Пошли Тежать Шаверму Ну Что-нибудь Такое Все На одной Волне На движухе И Все Ведут себя Как нормальные Люди Потому что Там Никому Не надо Выебываться Там Все Крутые По-своему Поэтому И людям Своим Комфортно Мне кажется Там Прикольно Я Приезжаю На соревнования По бодибилдингу Там Вообще Получается Почти Братишки Все по железу Особенно Я говорю Не про Тех Кто Топовые Спортсмены Они В основном Мудаки Я говорю Про выступающих Знаешь Огромное Количество Тысячи человек Выступает На России Больше А сколько Людей приходят На выставку Просто Качается Или В будущем Будет выступать Вот они Самые Крутые Это Просто Космическое Удовольствие Общение Это Энергетика Если не были На соревнованиях В своем городе В регионе Сходите Обязательно Вы кайфанете Вот казалось бы Вроде бы Долго Там Эти соревнования Категории А по факту Бля Выйдешь оттуда Заряженный Бля Месяц точно Будешь в зале Фигачить Будто бы тебе Притренд Просто Пролонгированного Действия Мотивации Энантат Вколотый тебе Понимаете Длинный эфир Мотивации Гексилбензонат И Ундеканат Разом И все В концентрированной Форме мотивации Весело вписал Это редактор Журнала Геркулес Я говорю Что-то в инстаграме Говорит Смотрю за тобой Что-то ты Лучше Куда готовишься Пока дел много Не готовлюсь Но вот Я считаю Своим Каким-то Внутренним долгом Держать форму Быть тем Спортсменом Который Бля Последний Сколько там уже лет Сколько у меня есть инстаграм Лет 7 Вы найдете моменты Когда я Ну как бы прям Ну найдете момент Когда мне грудь пришили Было заражение крови Серьезное Я там потерял вес Но я все равно После операции После общего наркоза Встал и пошел на кардио И тренировался Ну как бы все время Ну Стараюсь держать форму Мне очень не нравится Когда люди Жиреют Либо откатывают сильно А потом говорят Вот качки Только на стероидах Могут сдуться Надуться Нет Мы можем Мы можем Долго Держать Форму Быть показателями Атлетизма Культуризма Режимности В питании В тренинге Да Чуть получше Чуть похоже Потому что действительно Допинг Достаточно сильно Влияет на форму Но Быть На максимуме Своих возможностей В данный момент Я считаю Это хорошо И хочу быть Тем маленьким Элементом Тем примером Среди других Ребят Которые так же Как я Думаю Они есть Держат форму Использовать препараты Для того Чтобы реализовывать Максимум Потенциала Своего Физического Интеллектуального Ресурсного Потому что Влияет на все Сферы жизни Потому что Ну Я не такой умный Чтобы так Много зарабатывать Но я Настолько Работоспособен Чтобы вести Такое количество Бизнесов Мало спать Концентрироваться Я стою Заставляю Я хочу Поваляться Я стою Я иду Ставлю гормон роста Чищу зубы Ставлю кипятиться воду Кидаю рис Иду Отвечаю на сообщения Проходит 7 минут Пью определенные бады Проходит сколько-то еще времени Нарезаю мясо Либо там Жарю яйца Делаю вот это Я хочу присесть Я хочу отдохнуть Но мне нельзя себе это позволить Делаю 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 Собрал сумку Поменял вещи Проверил Кинул Сел в машину Нажал Пока там 30 секунд греется Посмотрел сообщение Включил любимую песню Выехал Туда Завез дочку По времени Все 10 минут до зала Забежал в зал На кардио 10 минут Пешком Отвечаешь людям Читаешь сообщения Проверяешь рабочие чаты Из папки важное Потому что уже 9.30 утра Сотрудники включения на работу Начинают вписываться По основным Дочкам Двигаешься дальше Ты хочешь присесть Ты хочешь отдохнуть Ты хочешь потупить Ты этого не делаешь Потому что ты не можешь себе позволить Ты не такой Блядь Талантливый И умный Но ты можешь это все вывести Просто если ты будешь ебошить Поэтому я херовый бизнес Тренер лег У меня вообще нету Секретной таблетки Нету секретного курса Нету этого Мотивационной речи Могу только посоветовать Ебошить как демон И надеяться Что ты от этого не сдохнешь Что ты от этого не сдохнешься Сейчас разговариваем с Лешей. У меня давно есть мое желание сделать проект именно по продакшену, чтобы Леша им руководил полноценно. И говорю, вот почему ты не занимаешься аккаунтом? Леха говорит, я говорю, пойдем снимать в Пят по Москве. Он говорит, да, у меня там уже заказы есть. Леша делает для спортсмена видео со сцены, чего очень охрененно у него это получается. И вы можете написать Алексею Овсянникову, найти у меня в друзьях, ввести там в подписке. Вот, в инстаграме, блядь, внизу ссылка на Леху, сам приделаешь. Вот. Я говорю, надо же этим заниматься, там реально есть бабки. Ну ничего себе. Леху взяли, Леху камеру купили. Я говорю, сколько можно? Пора уже дядю Руслану бабки таскать. Говорю, а ты тут это все. Да? Вот. Короче. Я говорю, бери, грузи туда все рилсы, которые там нарезаешь. Мне, ребятам. У тебя крутые работы. Ну вот, я хочу, чтобы все было нарядно, там пиздец, это схема по всем правилам инстаграма. Теперь еще один у ребяточки урок. Пока вы будете пытаться сделать что-то идеально, пока вы будете своим вот этим вот чисто плюсом, идеализмом подходить к работе, его не надо убирать. Надо стараться делать хорошо. Но, если вы будете сидеть на месте и думать, как бы сделать лучше всех, то придут такие, как я, сделают. Заберут все. Потом сделают еще лучше, заберут еще. А вы будете сидеть и думать, ну я такой молодец, я сделаю. Надо сделать офигенно. Пойду еще на курсы схожу, пойду другие курсы прочитаю. А вот теперь новое есть веяние, как правильно делать. Бери и делай. И потом улучшай. Делай изначально хорошо, но максимум возможностей. Главное, делай качественно. Ну, если казаться бизнесом моего, да, это делай безопасно, качественно. То есть у меня, например, не все карточки товаров, визуалы, картинки на Вайлдберрисе мне нравятся. Некоторые есть уебищные. Где-то есть косяки, где-то надо переделать цветовую гамму, где-то что-то съехало. Но главное есть карточка, там написано протеин и его можно купить. Вот не нужно сначала сделать крутую карточку, потом выложить протеин. Сейчас нужно сделать хороший протеин, сфоткать его хоть на телефон и выложить туда вот на Вайлдберрис. А потом уже через недельки, за недельки-две сделать красивую картинку и ее туда подложить. Я упрощаю, но это работает так. Поэтому, Леха, оживи аккаунт, грузь это все подряд, там будут какие-то просмотры, где-то он будет вылетать для фитнес-индустрии. В позвон рекомендации ты будешь отмечать тех спортсменов, которые ты снимал. Они будут делать репост с твоего аккаунта, с нашего аккаунта по видеопродакшену. Ведь Лёше обращались, что и коммерческие были заявки. Лёша снимал рекламные ролики для бренда питания, другого. Не моего, там 2 или 3 съемочек дня, ему там бабок отвалили нормально. И он сделал круто. Поэтому можешь же, и вы можете. Берите, делайте, будет зашибись. А потом будете улучшаться. Поэтому Лёше уже, если у него предложение ехать на Дудушкин кап снимать, то, ребята, Москва, Мособласть, Лёша близко, из Питера, он приедет, он сделает круто, он питерский. А это значит, что? Это дешевле, чем ваши московские охуевшие ребята. Потому что что, мы Лёху отправляем в багаже, экономим на билетах. А у меня же что, у меня же золотая карточка Аэрофлота, у меня 2-й багаж бесплатно. Поэтому один мой чемодан, в одном Лёха с камерой. Вот, и всё. На чемпионате России, чемпионате Питера, друзья мои, вы будете выступать. Закажите себе видео со сцены. Потом многие страдают, что у вас нету контента, у вас нету памяти о том, что вы сделали, что вы смогли. О том, что вы в определенный момент жизни реализовали максимум от того, что вы можете. А когда вы это повторите или улучшите свой результат, вы сможете сравнить. Поэтому этих денег того стоит. Или то стоит этих денег, ну в общем вы поняли. Их так уже сцены. Чтобы вы выжили на youtube, я жалову сначала. Это прям на передачи. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. А я как раз и готов взять тебя, полететь в Краснодар, снять краснодарский бодибилдинг, там же есть ребята, федерация, Адамчик там, да, в Красноярск поехать, там знаешь, с Сазоновым попиздеть, с Денисом опять же попиздеть, блядь, поехать там в Челябинск, там билдинг, в Екатеринбург поехать, да, к Антону Грининг, Кацуба, поехать может там в Новосиб, какие-нибудь может еще регионы, знаешь, ну наверняка есть интересное, действительно есть, и об этом можно, действительно, что-то сделать. Но тут нужна история, тут нужно ко всему прочему, тут нужен сценарист, нужен сценарист, глубокий из бодибилдинга. В этом могли быть сильны, или могут быть сильны сейчас несколько человек, но один человек точно не станет, Антон Доценко. У Антона, он, не знаю, смотрит, не смотрит, он знает, что я к нему хорошо отношусь, но, к сожалению, на мой взгляд, он сейчас очень не, как-то, очень узко смотрит, прям супер узко, прям вот, вот, вот так, вот прям пиздец. Ну, так нельзя, возможно, Веселов, но он, думаю, больше разбирается в спортсменах, вот в этом всей, да, но он не точно не сможет сделать режиссуру. Ну, Василий Кузнецов, талантливейший режиссер, но он, на мой взгляд, не документалист. Я помню времена, когда он снимал, там, Pure Team, он снимал, там, Валеру, других ребят, то есть, блядь, он как себя захочет, блядь, из куска говна сделать героя, и вот наоборот. Это вот прямо потому, что, блядь, я художник, я так вижу, блядь, ну, так, это, как бы, так не делается, так нельзя. То есть, там, весь Pure Team был такой вот, хотя, ну, он талантливый, да, но и он не очень любит бодибилдинг. Факт, что он, как-то, он его очень много снимал, показывал, снимает, показывает, но при этом, он сам этот спорт, мне кажется, не так любит. Но при этом, зато он более к нему, наверное, беспристрастен, и, наверное, по-моему, показывает еще вот с какой-то другой стороны. В общем, я не знаю, где тот человек, который мог бы дать, сделать это документально-художественным фильмом, как «Качая железо». Ведь «Качая железо» очень много моментов было придуманных для истории, сказанных, даже некоторые фразы прописывались дополнительно. Но это было бы очень круто. Если вы знаете такого человека, ссылка на него в комменты. А ссылка на кометы в верхнем закрепленном посте. Ну что, ребят, спасибо, что были сегодня со мной. Вы мне помогли тренироваться интенсивнее. И, действительно, я в целом доволен, не считая вот сжим и гантелей, на самом деле. Вначале даже подрастроился, был очень больный. Я даже думал, что не получится дальше работать, а оказалось, что получилось. Если понравился ролик, ставьте палец вверх. Оставляйте ваши комментарии по ходу ролика. Если вы уже писали, напишите по финалу, понравилось, что не понравилось, какие ваши мысли. Желаю вам отличного, не знаю, утра, дня и вечера, когда вы смотрите этот ролик. Всех крепко обнял. До скорых встреч. С вами был я, ваш Уфтан Халецкий. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok